приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы небольшое рекламное видео в качестве такого доброго дела для одного из наших коллег евгения евгений тоже разработчик и как и я разрабатывает некоторые электронные устройства и вот зная насколько сложно в нашей стране в принципе разработчикам я самому предложил снять это видео поговорим мы сегодня о очень полезном в кулинарии в частности устройстве я чуть позже расскажу для чего его можно использовать это устройство для регулировки оборотов внимание без потери мощности управление оборотами и управление реверсом двигателей коллекторных двигателей на 220 вольт в качестве донора у меня сегодня двигатель от стиральной машинки можно управлять абсолютно любыми коллекторными двигателями то есть мы управляем двумя функциями 1 регулировка оборотов без потери мощности что очень важно если мы возьмем обычный шим регулятор шим напряжения из китая то при понижении он то понизит мощность да и при понижении он вернее понижает напряжение по большому счету и при где-то 50 процентах напряжения то есть 50 процентов оборотов двигатель можно будет остановить двумя пальцами в данном случае мы понижаем обороты двигателя без потери мощности и второе важное как бы второй важный момент это управление реверсом двигателя лишь можно любить использовать любые двигатели на 220 вольт коллекторного типа обязательное условие двигатель должен быть оснащен либо таха датчиком либо датчиком холла то есть счетчиком оборотов если у вас есть двигатель на хозяйстве которые вы хотите использовать то есть если у вас есть коллекторный двигатель на 220 вольт но он не оснащен датчиком холла или таха датчиком вы можете связаться с евгением и он вам расскажет где приобрести датчик холла и как его установить все это достаточно просто не бойтесь датчик холла стоит в районе 10-15 гривен то есть это в районе 50 рублей кстати отправляет евгений устройство по всему миру то есть любую страну мира там где работает почта устройство отправляется контакты евгения найдете в описании этого ролика так друзья вы совершенно резонно можете задать вопрос даниил какое отношение имеет кулинарному каналу твой регулятор оборотов и я вам скажу совершенно самое прямое ведь многие из колбасников из винокуров из сыроделов в том числе идеи войщики то есть люди которые многие устройства делают своими руками и так друзья где мы можем применить это устройство с коллекторным двигателем привод мясорубки привод кутера привод тестомеса привод фаршемеса кстати очень важно для фаршемеса вот управление оборотами управление реверсом дальше не догонка помимо этого я уверен что еще очень большое количество мешалки всяческие разнообразные когда надо регулировать обороты и регулировать реверс помимо этого огромное количество станков то есть это могут быть цены самодельные токарные станки самодельные гриндеры самодельные гончарные круги но вообще как бы устройство очень интересная и она открывает вот на основе одного двигателя кстати можно в хозяйстве сделать несколько устройств допустим можно механизировать тестомес можно сделать фаршемес можно механизировать имеющиеся мощную мясорубку если вас мясорубка без механизации без электропривода и все это можно завязать на один двигатель собрать его в корпус управлять одним устройством и по мере необходимости подключать подключать этот двигатель к тому или иному устройству наш коллега евгений выпускает свой контроллер работы двигателя в нескольких форм-факторах первый форм-фактор это готовое устройство значит здесь есть регулятор оборотов кнопка включения-выключения сеть кнопка включения выключения двигателя то есть остановка этой кнопкой включается вся плата этой кнопкой включается непосредственно двигатель светодиод сигнализирующий о работе о включении выключении устройства и тумблер реверса. С одной стороны вилка питания и с другой стороны контакты, которые подключаются на коллекторный двигатель и плюс 2-4 контакта на коллекторный двигатель. То есть два контакта обмотки, два контакта это щетки и два контакта это тахо датчик либо датчик кола. Это первый вариант, самый дорогой. Второй вариант чуть дешевле такой, как лежит у меня на столе. Обратите внимание, друзья, плата, печатная плата, насколько качественно она выполнена и насколько качественно распаяна. Так я выключил его из сети. Не жахнет меня. Вот такая вот плата. Значит здесь на плате у нас есть потенциометр, который регулирует обороты, светодиод включения, кнопка включения-выключения устройства и тумблер реверса. Чуть позже мы будем разбираться, как это работает. Сейчас пока я показываю. Это второй вариант, который более дешевый, без корпуса. Вы можете вмонтировать эту плату в любой из своих действующих корпусов и собственно говоря управляющие элементы управления вывести совершенно спокойно с наружной части корпуса. Значит помимо этого на плате есть два подстроечника, два подстроечных резистора. Первый резистор ограничивает максимальную скорость двигателя. То есть ну вот этот двигатель там по-моему 12 или 13 тысяч оборотов. Для того, чтобы ограничить максимальную скорость двигателя, чтобы не включить ее основным потенциометром на полную мощность, если вы работаете в пределах 1000 оборотов, вы ограничиваете. И второй подстроечник это плавный пуск. То есть можно отключить вообще плавный пуск и можно сделать плавный пуск максимально плавный, скажем так. Извините за тавтологию. Это второй комплект. Третий комплект. Сейчас заодно покажу крупным планом. Третий вариант вернее поставки. Посмотрите какая платка. Такая аккуратненькая паечка. Это у меня потенциометр. Даже не скажешь, ну так мне бы дали плату, я бы сказал бы 100% заводская. Итак, третий комплект поставки. Это, собственно говоря, входит потенциометр. Все остальное без органов управления. То есть нету кнопки включения-выключения, нету тумблера реверса. Просто готовая плата с потенциометром. Далее, друзья, четвертый комплект. Я от более дорогого к более дешевому показываю. Четвертый комплект называется конструктор. Чем он отличается от готовой платы? Тем, что здесь все запчасти вставлены, но не распаяны. Он тоже стоит немножко дешевле. Если хотите сэкономить, можете заказать и такой комплект. И, собственно говоря, спаять его самостоятельно. Ну и для самых продвинутых пользователей пятый вариант. Просто печатная плата. Если хотите собрать устройство самостоятельно, у вас есть радиодетали, то вы можете купить просто готовую печатную плату и собрать устройство полностью самостоятельно. Итак, друзья, давайте посмотрим, как этот зверь работает. Включаю его в электрическую сеть. У меня здесь включено вращение двигателя в одну сторону. Включаю двигатель. Он начинает вращаться на каких-то оборотах. Значит, вот я уменьшаю обороты. Видно на камере, как он медленно вращается до самого минимума. И могу также увеличить до максимума. А я их ограничил примерно тремя тысячами. Нам больше интересно, максимум понятен. Нам больше интересен минимум оборотов. Сейчас вот я поставил где-то 60-70 на глаз, 60-70 оборотов. И смотрите, попробую остановить его. Я, что есть силы, давлю на вал деревяной. Вон деревяной угрызет резьба. Но остановить двигатель я... Ну вот я всей массой тела давлю, но остановить двигатель не могу. Давайте еще уменьшим обороты. Ну вот вообще сейчас оборотов 30, наверное. Получится у меня так его остановить? Нет, не останавливается. Я реально давлю всеми своими 85 килограммами, и он не останавливается. Я, кстати, сам не ожидал такого результата. Ну и при этом даем максимальные обороты. Пожалуйста, все работает. Давайте реверс еще запустим, чтобы наглядно все продемонстрировать. Выключаем. Реверс в обратную сторону. Ура! С такими же оборотами. То есть обороты вам не надо регулировать. Ну это вообще я сейчас оборотов 30 поставил. 25-30. Ну такое вот устройство волшебное. Правда круто? Я тоже. Я, кстати, все-таки думал, что на таких совсем маленьких оборотах... Я не пробовал, честно. Я его разложил на столе. У меня три часа не было света. Ждал, пока появится свет для того, чтобы отснять это видео. Разложил на столе и так и не попробовал. Уже к концу дня начал снимать видео. Опять же-таки не попробовал. Приготовил только деревяху. Я, честно говоря, думал, что на таких вот маленьких оборотах мне удастся остановить двигатель. Ну, чтобы вы видели, что я опираюсь на него всем весом тела. Думал, что мне удастся остановить двигатель, потому что знаю, что такое шим-регулировка. Когда мы имеем семистор и обычный потенциометр. Тогда мы, допустим, где-то на 50% оборотов получаем падение мощности процентов на 80. То есть фактически, я же говорю, двигатель можно остановить пальцем. Здесь все далеко не так. Итак, друзья. Ну, конечно, двигатель от стиральных машин. Это вообще идеальная штука для таких вот всяких самоделок, DIY-ов. Почему? Потому что этот двигатель после выхода из строя самой стиральной машины, он никуда не идет. То есть он практически всегда идет на свалку. Поэтому купить его задешево очень просто. И уже на основе этого моторчика сделать то или иное устройство. Как я уже говорил, натолкнуло меня, собственно говоря, на мысли о съемке этого видео. В нашей группе в Фейсбуке один из коллег опубликовал пост о том, как он самостоятельно сделал кутер. Ну, собственно говоря, что мы... Можно углубляться. Кутер на самом деле это горизонтальное устройство. Он сделал вертикальный кутер. То есть это больше блендер. Но неважно, как бы на основе этого можно сделать и кутер в том числе, если финансы вам не позволяют его купить. Друзья, устройство достаточно дешевое. Цену озвучивать не буду, потому что наверняка она зависит как-то от курса доллара, от чего-то еще. Контакты Евгения в описании ролика. Пишите ему на e-mail и он вам ответит по любым... Я думаю, по любым вопросам. Коллега очень доброжелательный, очень... Ну, очень грамотный человек. И в то же время, ну, вот он заинтересован в продаже этих штук. Поэтому я сам вызвался ему помочь. Итак, друзья, что я еще могу сказать об этом? Да ничего не могу сказать, штука прикольная. В общем-то, вы все увидели. Мне кажется, я все показал, то, что надо было и продемонстрировал. Поэтому самое главное, не забудьте подписаться на канал. Да, кстати, если вы еще не в нашей группе в Фейсбуке, в описании ролика найдете ссылочку на группу. Она закрытая. Надо подать заявку, я ее одобрю и вы станете участником. Группа называется о приготовлении домашних колбас сырого и вкусного домашнего алкоголя. Так вот, если вы делаете какие-нибудь такие интересные самоделки, которые можно приспособить для сыроделия. Кстати, мешалку тоже для сыроделия можно для больших объемов сделать на основе этой штуки. Для колбасного производства, для винокурения. Вы можете в нашей группе совершенно бесплатно, не на коммерческой основе, а просто на такой вот, на обычной, публиковать объявления о продаже своих самоделок. Ну и, конечно же, о продаже своих сыров, колбас и домашнего алкоголя. Друзья, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. А я говорю вам до свидания и мы с Ларисой снимаем для вас вкусные сыры, колбасы и домашний алкоголь. Всего доброго, пока!